МАГНЕТОГОРСКИЙ МЕТАЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ Нарастил выплавку стали почти на 11,5%. Выплавка чугуна увеличилась на 13%. Производство угольного концентрата выросло на 1% относительно 9 месяцев прошлого года. Здравствуйте! В эфире программа ТВМК и я, ее ведущая Галина Смирнова. Сегодня подведем итоги октября. Я и мои коллеги расскажем, что интересного произошло за минувший месяц и какие события порадовали, чего ждать в ноябре. Начнем с известия о том, что Магнитогорский металлургический комбинат стал лидером рэнкинга ESG-прозрачности, составленного рейтинговым агентством «Эксперт-РА». Компания получила сразу два диплома за высший уровень ESG-прозрачности и за лидерство в ESG-прозрачности в категории «Черная металлургия». Рэнкинг ESG-прозрачности компаний-банков по версии «Эксперт-РА» проводится с 2021 года. Он задуман как удобная система координат для инвесторов и эмитентов, позволяющая получать информацию о лучших практиках раскрытия ESG-факторов. Эксперты проанализировали отчетность 120 российских компаний и банков по трём составляющим устойчивого развития – экологическому, социальному и корпоративному управлению. «Магнитка» набрала наивысшие баллы по всем трём критериям. Высокие позиции в рейтинге – результат последовательной работы ММК по улучшению качества ESG-отчетности, которая на сегодняшний день отражает лучшие практики в сфере раскрытия нефинансовой отчетности. Генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев по этому поводу отметил, комбинат наращивает усилия по развитию региона присутствия, повышению социального благополучия жителей и сохранению окружающей среды. ESG-подход встроен во все аспекты бизнеса ММК, влияет на принятие всех экономических решений. Рад, что мы показали наилучший результат как в общем зачёте, так и в сегменте чёрной металлургии. Конец цитаты. Также в октябре ещё одно рейтинговое агентство АКНД присвоило ММК высший рейтинг отчётности в области устойчивого развития. По мнению экспертов, широко представленных комбинатом данных – одна из лучших на рынке. Агентство отметило высокое качество экологических показателей, которые основываются на фактических данных, полученных в результате непрерывного мониторинга атмосферного воздуха и водных объектов. В продолжении темы экологии предлагаю вам посмотреть материал моего коллеги Павла Берсенева о том, как ММК спасал голубые ели, которые могли погибнуть во время реконструкции Магнитогорского аэропорта. 21 зелёная красавица могла бы пойти под снос в результате капитальной реконструкции аэропорта. Речь идёт о 19 голубых елях и двух елях обыкновенных. Часть из них находилась непосредственно на территории воздушной гавани, часть – рядом с ней. Сказать точный возраст этих деревьев сложно, но специалисты говорят, что не менее 15 лет. Операция по спасению выдалась не самой простой, поскольку эти зелёные насаждения не предполагали пересадку. Корневая система, к сожалению, не сформированная, как посадочный материал с питомника. Была сложность, постарались её устранить, так скажем. Вот, сформировали максимально возможные кома. Мы определили последовательность, и вот уже оставшиеся ели, которые необходимо было выкопать, к сожалению, под ними оказался кабель. Вот, это создало определённую сложность. Естественно, кома максимально по высоте, ну, вынуждены были часть кома сократить по высоте, но, тем не менее, постарались сохранить максимальное количество корневой системы. Приготовления к переезду на новое место начались в мае. Все хлопоты велись за счёт средств Магнитогорского металлургического комбината. Завезли дополнительный свежий грунт, подготовили ямы, и уже здесь при посадке проблем никаких не возникло. То есть высадили, и на следующий день растянули, выставили растяжки. Поэтому, как видите, результат на лицо. Пока хвою ели не сбросили, надеюсь, что всё будет замечательно. На данный момент деревья нуждаются в поливе. Растяжки будут стоять ещё не менее двух лет. Необходимо периодически проводить перетяжку, поскольку ели дают усадку. Уплотняется при поливе грунт. Влияет и парусность, потому как зелёные насаждения довольно высокие. Прогноз специалистов благоприятный. Ожидается стопроцентная приживаемость. Также в октябре полным ходом на ММК шла цифровизация производства. Касалось это различных сфер деятельности компании. От реализации крупных проектов до введения в работу цифровых помощников. Так, специально для неравнодушных и рачительных работников было создано приложение с чат-ботом «Регистрация потерь ТЭР». В режиме реального времени оно позволяет осуществлять фиксацию нарушений при использовании топливно-энергетических ресурсов. Утечки, сливы, наледи, отсутствие тепловой изоляции, выход воды на поверхность и так далее. Комбинат пронизывают сотни километров всевозможных трубопроводов. По разным причинам на них случаются порывы и, соответственно, потери ресурсов. Специально для неравнодушных и рачительных работников было создано приложение с чат-ботом «Регистрация потерь ТЭР». В режиме реального времени оно позволяет фиксировать нарушения. Утечки, сливы, наледь, отсутствие тепловой изоляции, выход воды на поверхность и так далее. Идёшь по территории комбината, видишь какой-то факт нерационального потребления. Если она твоя, по твоему мнению, здесь этой утечки или сброса не должно быть, и ты можешь через это приложение зафиксировать этот факт, это сообщение прилетит ответственному сотруднику в ЦЕСТе, контролёрам, посредственно, которые прибудут на место, убедятся, что действительно, ну, факт есть. Приложение за всё время работы уже успело себя показать. От работников приходит много заявок с фотофиксацией. В большинстве своём обращения связаны с намерзанием наледи в местах образования утечек пара или теплофикационной воды, в меньшей степени технической воды. То есть каждая вторая утечка – это пара или теплофикация. Исходя из количества выявленных за прошлый год нарушений, это было порядка 500, то есть приблизительно 250 или чуть больше. Это утечки, выявленные в том числе с применением приложения чат-бот в Телеграме. Работает бот максимально просто. Следуя предложенному алгоритму, работник шаг за шагом размещает информацию в чате. Чтобы ещё больше заинтересовать людей фиксацией фактов нерационального расходования энергоресурсов, было принято решение подключить материальный аспект. Чтобы немножечко здесь замотивировать, чтобы было больше вовлечения, возможно, он может её подать уже от своего имени конкретно. То есть он видит этот факт нерационального потребления, фиксирует этот факт от своего имени. И уже эта идея прилетает не только нашим ответственным специалистам, которые контролируют нерациональное потребление, контролёры и так далее, а группу по анализу правления энергоресурсов, которые уже фиксируют этот факт как энергоэффективную идею. Не месяца без модернизации. В октябре «Римпуть» переделал типовой думбкар, использовав износостойкую конструкционную сталь «МакСтронг». Давайте посмотрим, для чего это было нужно и что в результате получилось. Одна из главных задач думбкаров на ММК – перевозка горячего шлака. Температура его доходит до 400 градусов. Во время перевозки части думбкара под воздействием высоких температур деформируются. На сегодняшний день эти думбкары устарели как морально, так и физически. Срок эксплуатации вагонов и стёк и оригинальной запчасти отсутствует. А их кузов, рама и конструктивный элемент имеют высокую степень износа. В связи с этим возникла необходимость обновления парка думбкар, используемых под данной перевозкой. При ремонте думбкара в Красной Соруму использовалась марка стали 09Г2С, которую со временем деформировала. Ну и совместно с НТЦ рассмотрели много разных марок стали, и пришли к выводу, что марка стали МакСтронг W700 самая оптимальная для решения данной проблемы. Итак, разработав новую технологию сварки, специалисты цеха подвижного состава ООО «Ремпуть» заменили продольные и лобовые борта, нижнюю раму и настил пола элементами, сделанными из стали МакСтронг. Эта сталь была разработана в магнитке, отличается особой прочностью. В промышленности прокат МакСтронг предназначен для дорожно-строительной, карьерной, шахтопроходной, сельскохозяйственной техники. То есть используются для изготовления деталей и частей, которые подвергаются особому износу. В течение года на промплощадке ММК проводились ходовые испытания модернизированного вагона. По результатам испытаний был сделан вывод – «Думбкар» соответствует требованиям, необходимым для перевозки горячего шлака. Более того, модернизированный «Думбкар» превосходит вагоны производства завода «Красная Сормова» по основным техническим характеристикам, таким как грузоподъемность, коэффициент тары, а также геометрический и полезный объем при перевозке шлака. Реализация этого проекта позволит вдохнуть новую жизнь в существующий парк вагонов и сократить затраты на приобретение нового специализированного подвижного состава ПАО ММК. В октябре представители Магнитогорского металлургического комбината приняли участие в Международном туристическом форуме по промышленному туризму «Промприем», который состоялся в Кемерове. В рамках двухдневного мероприятия была организована Всероссийская школа компетенций по формированию туристических маршрутов на базе промышленных предприятий. ММК открыл свои двери для туристов в 2018 году. С тех пор были разработаны семь туристических маршрутов, два детских и пять взрослых. За пять лет ММК превратился в один из главных центров промышленного туризма в России, на базе которого работает первый в стране центр компетенций по этому направлению. Производственную площадку комбината за это время посетили более 40 тысяч гостей, из них свыше 16,5 тысяч, дети от 6 до 14 лет, для которых разработаны маршруты у папы на работе и в гости к металлургам. У взрослых экскурсантов наиболее востребованы маршруты украшения огня и стальная эволюция, включающие посещение музея ММК и такие производственные локации, как доменный цех или стопрокатный цех номер 11, где посетители могут познакомиться с современными промышленными технологиями и узнать, как производится лист для автомобилей и бытовой техники. Особняком стоит запущенный год назад новый маршрут с символичным названием «Открытая металлургия». Этот маршрут создан для маломобильных граждан и включает в себя, помимо обзорной экскурсии по территории ММК, посещение ЛПЦ-11. В запуске этого маршрута, проходившем совместно с Обществом инвалидов Магнитогорска и Агентством стратегических инициатив, принял участие генеральный директор ПАОН МК Павел Шиляев. В конце октября в Москве состоялась церемония награждения лауреата в премии правительства Российской Федерации в области качества за 2022 год. В число победителей вошел Магнитогорский металлургический комбинат. Премия правительства в области качества является одной из наиболее престижных государственных наград, вручаемых предприятиям за производственные достижения и внедрение лучших практик управления. Заявки на участие в конкурсе в этом году подали 433 организации, из которых победителями признаны 12, включая Магнитку. Магнитогорский металлургический комбинат традиционно уделяет большое внимание работе в области качества. Компания является ведущим поставщиком премиальной металлопродукции для ряда отраслей экономики, в том числе для автомобильной промышленности, машиностроения и строительства. Магнитка регулярно входит в число лучших производителей листового сортового проката и проката с покрытием в России. Получая госнаграду, генеральный директор ПАО ММК Павел Шиляев отметил «Звание лауреата правительственной премии в области качества имеет для нас огромное значение. Максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов – ключевой приоритет деятельности ММК. В компании разработан портфель стратегических инициатив, в котором мы зафиксировали стремление стать поставщиком номер один для самых требовательных покупателей. Сегодняшняя награда – подтверждение того, что нам удалось сделать уже многое в этом направлении». Яркой точкой металлургического октября стало награждение председателя Совета директоров ПАО ММК Виктора Филипповича Рашникова почетным знаком за благое дело. Он был присвоен постановлением губернатора Челябинской области Алексея Текслера. В постановлении говорится, что председатель Совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников награжден знаком отличия за благое дело, за работу по созданию комфортной и благоприятной среды для населения Челябинской области, активную помощь в улучшении материально-технического обеспечения, организации образования и здравоохранения, расположенных на территории Челябинской области. Октябрь подошел к концу. В следующем месяце ожидаем новостей с Металлэкспо. Крупнейшее металлургическое событие года пройдет в выставочном комплексе в Москве. В нем по традиции будет принимать участие и Магнитогорский металлургический комбинат. Смотрите ТВ ММК и до встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok